Итак, что же делать с драматическими жанрами? Это комедия, трагедия и драма. Казалось бы, очень удобно. Драма как род и драма как жанр, но на самом деле очень многие путаются. Стараться же запомнить для себя, что у нас есть в кодификаторе два произведения, которые относятся к драме как роду и драме как жанру. Это «Гроза Островского» и «На дне Горького». Давайте с драмы и начнем. Что же она является собой? Драма — это такое произведение, такая пьеса, в основе которой лежит какой-нибудь неразрешимый внутренний конфликт, ну, может быть и внешний, в принципе, конфликт, и порой разрешимый. Привет! Меня зовут Андрей Стерляткин, я основатель годографа и проекта «80 баллов». Если тебе нравятся наши видео и то, как мы объясняем материал, но не хватает дисциплины и личного общения с преподавателем, то переходи по ссылке и записывайся на наши бесплатные уроки. Тебя ждет очень высокий балл на экзаменах, чай, кофе и печеньки. Удачи! И тут важно то, что обычно драма не заканчивается смертью. Вот смертью заканчивается трагедией. Именно это главное отличие драмы от трагедии и трагедии от драмы. В основе трагедии тоже лежит какой-нибудь конфликт, внутренний или внешний, но он настолько трагичен, собственно, что приводит обычно к гибели. Именно поэтому должен возникнуть вопрос, почему же мы относим «Грозу» Островского к драме, если в итоге у нас главная героиня умирает, бросается с обрыва в Волгу. И мы должны как-то для себя ответить на этот вопрос, и на самом деле никак не ответим. Ответим запомнить, что это драма, потому что так сказал Островский. И если у нас спрашивают о жанровом определении «Грозы», мы говорим, что это драма. Но в 17 задании у вас может быть вопрос из серии «Можно ли считать пьесу «Гроза Островского» трагедией?» И тут вы для себя самый главный тезис уже выносите. Да, можно, потому что главная героиня в финале умирает. И именно это основная черта трагедии как жанра. И последнее, что у нас осталось, это комедия. Комедий у нас немного, но они есть, их гораздо больше, чем трагедий, потому что трагедий в ЕГЭ нет вообще, только драма и комедия. К комедии мы можем отнести «Ревизора», например, «Недоросль». В основе комедии лежит не то чтобы конфликт, но обязательно противоречие. Либо внутреннее, как в случае с Чацким в «Горе от ума», либо внешнее, как, скажем, в «Недоросле Фанвизина». Там это более явно. Все эти столкновения слуг и их господ, все эти нелепые абсолютно ситуации с драками, там, Митрофана и Скотинина. В общем, все это скорее внешне. И комедия, очевидно, направлена на эффект комический смех. Да, драма все-таки нет. И с комедией и драмой есть еще один моментик. Это пьеса Чехова «Вишневый сад». Сам Чехов сказал, что это комедия. Так что, если спрашивают у вас, что за жанровое определение, вы можете спокойно писать комедия. Если спрашивают об авторском определении жанра, вы пишете только комедия и не можете написать драма. Но, когда «Вишневый сад» был поставлен в театре Станиславского, это была драма абсолютно точно. То есть, забывают Фирса, то есть, дворянство в упадке, вся эта ностальгия по детству. Это не могло восприниматься смешно, и именно поэтому воспринялось драматично. И было принято, что все-таки «Вишневый сад» – это драма, но это именно обывательское восприятие пьесы. Сам Чехов сказал, что это комедия, и мы так и запоминаем с вами.